Люди, которым не хватало тепла в течение весны, наконец-то с приходом лета получили возможность погреться на солнышке. Это бесспорно приятно, однако сегодня нельзя забывать о правилах безопасности не только на воде, но и вблизи нее. Ведь солнечные тепловые удары могут подстерегать в летнюю жару где угодно, на берегу реки и в походе, на даче и на городской улице, особенно самую незащищенную категорию детей. Конечно, это очень частая проблема летнего периода. Тепловой удар – это воздействие высоких температур на организм, а солнечный удар – это разновидность теплового при непосредственном воздействии прямых солнечных лучей. Это очень актуально, особенно у детей, так как их организм быстрее перегревается и хуже переносит различные перепады температуры. Это проблема достаточно актуальна в жаркий период. Начинается рвота, тошнота, потери сознания, но периодически обращаются. Дети более активные, то есть они больше теряют за счет этого потерь жидкости. Также у них более младших детей несовершенство терморегуляции, то есть теплодача, теплопродукция, вот это вот между собой еще полностью не установилось. И, ну, думаю, это больше с этим связано, и то, что ребенок не всегда сам может понять, если взрослый понимает, то ребенок не всегда скажет, поймет, что вот мне жарко, я перегрелся, он будет дальше и дальше бегать до последнего. Радоваться солнечным теплым дням – это прекрасно. Однако, как заметила в разговоре с нашей съемочной группой, врач-педиатр приемного отделения Ольга Суходульская, нужно быть начеку. Ни солнечные удары, ни опасный для кожи ультрафиолет никто не отменял. Именно поэтому нужно соблюдать самые банальные, но при этом очень важные правила, которые помогут не мрачить летний отдых и не подвергнуть опасности здоровья и жизни ребенка. Первая коммерция заключается в увезти человека, ребенка, взрослого, в место, то есть неподвижное, где нет высокой температуры, если ему плохо, то есть прямо очень плохо, уложить на ровную поверхность, удалить удушающие элементы гардероба, то есть это ремни, это галстуки, расстегнуть рубашку, дать попить небольшое количество жидкости и делать примочки, приложить холодное полотенце с пилевой ткани с моченой водой на участки волк, грудь, живот, чтобы немножечко снять воздействие высокой температуры. Отрадно, что сегодня родители, которые приводят своих мальчишек и девчонок на плановый осмотр к педиатру, сами интересуются, как уберечь своего ребенка от солнечных ударов и делиться своими методами. Одна из таких – брещанка Анна. Обязательно надеваем панам и не гуляем на улице, когда самый пик солнца с 12 до 4, и берем водичку обязательно с собой на улице. Если что-то произойдет, то обязательно буду к специалистам обращаться, потому что все-таки маленький ребенок и переживаешь. Анастасия Милишкевич, Дмитрий Ледвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.